Привет, друзья! Здесь Демитков Юрий. Продолжу рассказать о том, что происходит в России. Сегодня 13 июня. Привет, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу продемонстрировать, что же было на открытии биржи и как все происходило 13 июня 2024 года. Напоминаю, что накануне 12 июня 2024 года был День России. Это выходной день, но в этот день было объявлено о том, что новые санкции и новые санкции коснулись Мосбиржи. Мосбиржа объявила, что торги на валютном рынке долларами и евро будут отменены. И, в принципе, курс доллара и евро будет определяться уже на вне биржевых торгах. Было объявлено, что доллары будут продаваться, как и прежде, в банки и так далее. Через банки, то есть импортеры будут покупать. Ну и, соответственно, типа не паникуйте, ребята! Вот, утром, да, я пытался перевести деньги на зарубежный счет, в дружественную страну, в Казахстан мне надо было. Вот, в общем, это было невозможно. Соответствующий ресурс сообщил мне, что, извините, тут некоторая задержка. И, соответственно, будет все попозже. После 12 часов завтра, значит, завтра наступило. Вот, в предыдущем видео на своем канале про то, что я наблюдаю в России, я рассказал, что будем посмотреть. Вот, то видео я снял еще до открытия биржи. И я решил посмотреть, что же будет после открытия биржи. В момент открытия биржи я был в машине, вез сына, я смотрю, значит, на открытие биржи, а торги не начались. Торги не начались, я там попытался, ну, посмотреть, написано, что приходите через 5 часов, грубо говоря. Вот, по валюте просто надо было интересно посмотреть. На самом деле, торги начались не через 5 часов, а сильно раньше. Вот, и давайте посмотрим уже на экран. Значит, смотрите, у меня были открыты позиции по индексу РТС. Понятно, что, значит, доллар-евро не торгуется. У меня, давайте посмотрим на мои позиции сейчас. У меня всего на счете 17 долларов. 17 долларов, вот, ну, то есть, это не полный лот. Соответственно, он торгуется на внебиржевом рынке. Но в данном случае, вот он, все, котировок нет, 1 рубль стоит. Все. То есть, в этом смысле, нет куда взять котировки, поэтому поставлен 1 рубль. Потом, я думаю, что все это наладит и будет здесь стоять уже курс ЦБ РФ, скорее всего, больше ничего. Вот, ну, другие, что у меня тут есть, золото и серебро, они не претерпели никаких изменений. Давайте можем взглянуть на золото. Что с золотом случилось? С золотом ничего не случилось. Вот. Что произошло с индексом РТС на открытии биржи? Значит, я вот сейчас покажу. Вот так вот было на открытии биржи. Смотрите, что было 11 числа. Вот, 11 числа. Последний день торгов был. Здесь, ну, как всегда, на закрытии биржи, значит, там, вечером волатильность никакой, значит, никакого движения. Вот, 12 число выходной и объявлено о санкциях. Открываются торги. Смотрим. Вот так вот. И вот так вот. Смотрите, вот торги открываются. У нас минимальный курс по индексу РТС. Что такое индекс РТС? Индекс РТС – это индекс московской биржи, который торгуется в долларах США. Ну, в связи вот с этим решением я ожидал, что будет рост сильный доллара. То есть, соответственно, индекс РТС должен упасть, с одной стороны. С другой стороны, падение и московской биржи, акций московской биржи. Ну, акции московской биржи, в принципе, там, небольшой вес имеют, самой акции московской биржи. А активы, которые там работают, ну, тоже должны, по идее, упасть. Вот. Ну, что и случилось, собственно говоря. Они упали. Вот. Где у меня тут заявочка? У меня покупка три штуки. У меня стояла, насколько я помню, там заявочка. Заявочка стояла. Я выставил перед открытием торгов на бирже, поставил заявочку лимитную, стоп-лимит на продажу. И заявочка сработала. Заявочка сработала. Была выставлена лимитная заявка в стакан. Вот. Но есть такая штука, как проскальзывание. В общем, падение было ниже, чем проскальзывание. То есть, не нашлось никого, кто хотел, соответственно, купить по этой цене. Вернее, продать. И, соответственно, эта заявка не была исполнена. Вот. А была исполнена где-то вот здесь заявочка. Я продал 10 штук. Фьючерсов. 10 фьючерсов на индекс РТС. Ну, в принципе, когда я их продал, когда они уже практически восстановились. Поэтому я здесь ничего особенно не потерял. Вот. Дальше они пошли расти, а у меня они уже, это самое, видите, минус 2 позиции. Что произошло дальше? Ну, дальше индекс РТС начал устаканиваться. Вот. Вверх пошел. С чего бы ему вверх идти, непонятно. Вот. И дальше, посмотрите, ну, ровненько так это самое. То есть, Центробанк вышел из этой передряги с честью, я считаю. Вот сейчас у меня минус 2 позиции. И фактически, ну, вы видите, что сейчас 0. Вот, вот он вот, индекс РТС. 0. Прибыль 0, 0, 0. Потому что, ну, цена позиции равна цене, ну, зафиксированной биржевой текущей. То есть, нет ни прибыли, ни убыков. Вот. Ну, то есть, подергались и остановились. Собственно говоря, что еще можно сказать. Сумма у меня на счете не изменилась при этом фактически, несмотря на то, что доллары обнулились фактически. То есть, здесь на тысячу рублей меньше, по идее, должно стать. Ну, в принципе, так и стало. Но тысяча здесь незаметна по сравнению с миллионом. Вот. Теперь смотрим на акции. Значит, что с акциями? Давайте посмотрим, что произошло с акциями. ГМК Норникель. Давайте сейчас график поставим 4-х часовой, скажем так вот. Вот так вот. Вот. ГМК Норникель. Ну, в последнее время он падает и, кажется, достиг минимума. Вот. Я думаю, что ГМК Норникель, в принципе, хорошие перспективы. Потому что там спросы на никель, на все, он идет, никуда он не денется. Теперь акции ТКС Холдинг. То есть, Тиньков. Тиньков у меня... Тиньков, Тиньков, Тиньков. Где у меня тут? Сейчас, секундочку. А, вот он, да. Тиньков. Ну, практически так же выглядит. Транснефть. Акции привилегированные. Ну, прямо в точности, как... Что это? Десять акций, да. У меня. Вот. Десять акций. Это моя позиция. Так. АГМК Норникель. Да, тоже есть позиция. Триста акций. Да. Все нормально. ТКС. Вот она, позиция. Она в убытке сейчас у меня, видите. Да, красненькая. Значит, ГМК Норникель тоже красненькая. Тоже у меня в убытке. Сейчас Транснефть у меня сейчас в прибыли текущая. Но сегодня вот она колебнулась туда вниз. Вот. Полюс золота. Полюс золота у меня, ну, вы видите, в прибыли. Вот. Вот это акции золотобывающей компании. Вот здесь вот доля в портфеле, кстати, можете посмотреть. Доля в портфеле. 2,86. 3,97. ТКС Тинькофф у меня чуть побольше. 2,48. Полюса. Чуть побольше. 4,36. Сбербанка. Сбербанк подрос. Давайте посмотрим на Сбербанк. Ну, как бы. Вот у меня позиции. 200 штук. Сбербанк. Какой у меня Сбербанк? А, Сбербанк это... Сбербанк у меня 2. Сбербанк акции привилегированные. Вот они. Вот. 50 штук привилегированных. И Сбербанка 200 штук у меня обыкновенных. На самом деле доля в портфеле Сбербанка здесь по привилегированным 1%, по обычным 4,36, то есть в сумме 5,5% где-то от портфеля у меня в Сбербанке. Я ничуть не жалею. В общем, то есть Сбербанк наше все. Вот. Что с акциями Мосбиржи? Акции Мосбиржи, как вы видите, упали. Вот. Но они даже не упали ниже той позиции, с которой я их купил. А купил я их давным-давно когда-то. Вот. Акции Мосбиржи. Вот где я их купил. Где-то в марте 24-го. Не так, чтобы и давно. Вот. Ну, как бы, да, упали. Но потом поднялись. Вот они, акции Мосбиржи. Вот. Позитив. Позитив я совсем недавно купил. Позитив. Когда тут. Сейчас, секундочку. Так. Вот здесь. Тоже в марте 24-го года. Ну. Тоже все в порядке с ним. Вот. Ну, Сбербанк. Вот можете посмотреть. Вот здесь я его купил. Вот он вырос. Ну, да, падал. Так. Что у нас еще? Иностранные акции Яндекс. Яндекс считается иностранная компания. Пока. На текущий момент. Вот. Он будет конвертирован. Он в тот Яндекс, который будет торговаться на московской бирже, когда он будет. Это произойдет автоматически, потому что у меня брокер БКС. Ну, в моем случае автоматически. Никаких письм от меня ничего не требуется. Я узнавал. Тут просто сказано, что автоматически они перейдут на Мосбиржи. И все. Вот. Теперь смотрите облигации, про которые я всегда говорил, что люди покупайте облигации. Вот у меня облигация «Газпром Капитал». Смотрим, что с ней случилось. Да, она упала сейчас. «Газпром Капитал». Ну, это облигация. Я ее купил когда-то. Значит, давайте посмотрим на информацию про «Газпром Капитал». Вот она. Вот информация по инструменту. Значит, описание инструмента «Газпром Капитал». Она котируется в долларах. Соответственно, зарегистрировано значение пункта, отрасль, сессия, закрыт, размер тика. Так, 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 так. Не видно, когда она экспирация. Ну, в 29-м году, очевидно. Вот. Когда я ее купил, там была доходность какая-то. Я не помню, какая уже, если честно. Вот. Вот сейчас она закрыта, да? О! «Газпром Капитал» нет, открытая. Доходность. 83% от номинала. То есть, будет закрыта по номиналу по 100%. То есть, доходность, в принципе, нормально. Так, на стакан посмотреть. Давайте посмотрим, попробуем на стакан. Спрос-предложение. Так, стакана. Давайте посмотрим, где стакан спрэта. Доходность облигаций. Так, значит, здесь есть доходность. И где-то она... А, вот она. Вот доходность облигаций. Дает где-то вот... Сколько тут? В районе 83-69. К чему она больше? Ну, в районе 7% годовых в долларах. Нормальная доходность. Вот. Это текущая доходность. Если вы ее сейчас купите... На самом деле, я купил вот здесь. То есть, у меня доходность будет пониже. Где-то в районе 6%. Но она, как бы, на момент закрытия будет такая доходность. Что у меня еще? Вот он, Рим. Это как раз индекс РТС, которого я начал. Это срочный рынок, на котором я как раз и торгую. Вот. Что с индексом? Ну, давайте посмотрим. Вот она, эта пертурбация сегодняшняя. Вот она, да? Видно, да? Вот. Вот он. Ну, здесь, как бы, он дернулся. Ну, вернулся к прежнему состоянию. Все. К состоянию роста. Наверное, можно уже и даже его как-то покупать. Вот. Он у меня был куплен просто. Я ожидал, что будет рост. Потому что, ну, вот он вот. Видите, график, да? И это, как он называется-то, господи. Ну, процентный. То есть, если вот пересекать вот эту нижнюю линию, это значит, что надо покупать, грубо говоря. Вот. А если пересекать вниз эту линию, то, судя по всему, надо продавать. Вот такой индекс. Забылка называется. А, Уильямс Порсент. Что-то такое. Вот. Я об этом говорил. Так, ну, что у меня еще дальше там? Еврооблигации. Давайте посмотрим, что там с еврооблигацией. Ничего не показывается. Еврооблигацией почему-то. Не знаю почему. Так, сейчас, секундочку. А, вот она. РУС-28. РУС-28. Ну, давайте посмотрим. Значит, РУС-28 это 8% от моего портфеля. Индекс РТС 27%. Ну, это срочный рынок. Тут, как бы, там не так много, на самом деле. Балансовая цена. Не так много там денег на срочном рынке, как кажется. За счет плеча. Так, 5,20 газпром капитал. То есть, смотрите, 8 плюс 5. 13%. 13% в облигациях. Это валютные облигации. Соответственно, еще у меня 4,5% в золоте металлическом. Ну, в рублях достаточно много в чистом кэше. И 8% в серебре от портфеля. Вот у меня основные составляющие портфеля. Ну, кэш, да. Потому что смотреть не на что, если честно. На акции. Ну, Сбербанк, да, 5,5%. Вот основные доли. Яндекс 5,56%. Да, есть Яндекс. Яндекс достаточно большая доля у меня. Я в него верю. Вот. Собственно говоря, все. Чего ожидать дальше? Ну, с переводами за рубеж вроде как обещают, что будет налажено. Как бы дело. Есть встречные потоки. То есть, есть люди, которые хотят перевести деньги из-за границы в Россию. Их немало в последнее время. Есть люди, которые хотят из-за границы, вернее, из России за границу. Там поддержать детей, студентов и так далее. Обычно вот такие категории. Либо те, кто хочет из-за границы прислать сюда, это поддержать своих старых родителей. Ну, такие встречные потоки есть. И я помогаю этим людям переводить деньги. Собственно говоря, с этим против лома нет приемов на самом деле. Вот. И, соответственно, я запросил информацию от банки Кыргызстана. Соответственно, они сказали, что, ну, работают и будет налажено все. Не беспокойтесь, все это будет восстановлено. Так что, потрясение, можно сказать, мы пережили. Надо ли волноваться? Ну, наверное, все-таки, ну, неприятно просто. А так, собственно говоря, все, что могло произойти, произойти. Задавайте вопросы, я попытаюсь ответить. Ну, да, на сегодня все. Лайк, подписка, до встречи. С вами был Демятков Юрий. С вами был Демятков Юрий.